здравствуйте друзья доброе утро мы продолжаем наши наши занятия продолжаем изучать мишну через призму понимания внутренней торы и таким образом как бы все связываем воедино и это очень важно и очень принципиально эти я мы стараемся каждый раз как бы немножко посмотреть еще одну грань этого занятия не еще одну грань важности важности нашего изучения и это тоже принципиальной и сейчас еще одна такая грань в чем важность есть принципиальное понятие которое вы уже слышали уже знаете что это такое называется и штавута цура сравнение по форме то есть человек становится похожим на всевышнего каким образом он становится похож по качествам по свойствам и у всевышнего есть качество и хад мы каждый день говорим шма израэль ашеме лукейну ашем и хад всевышний 11 един и это очень принципиальное его качество что он не просто что он один и и нет другого это одно из базисных пониманий но один еще означает что он объединяет в себе все то есть все все бы сравнивается нету где-то больше где-то меньше всевышний везде ну образно говоря везде абсолютно одинаковый то есть если переводя на наше понимание скажем по времени в пространстве но в духовном нету нашего времени и и нету нашего пространства но так чтобы нам может быть немножко легче было понять или давайте скажем любые духовные ступени везде всевышний одинаковый нету где-то больше где-то меньше есть его раскрытие больше или меньше но сам творец он везде абсолютно одинаковый поэтому мы говорим про него эхад что он один единый и в нем объединяется абсолютно все как как однородная масса это то что учителя начинают с этого открытия внутренней части торы с того что был ор пошут свет который заполнял все свет абсолютно однородный одинаковый который заполнял все духовное пространство как бы всю духовную бесконечность и поэтому мы говорим что всевышний и ход один единый и так как у нас есть задача и штавута цура задача стать похожим на творца то это одно из качеств очень важно которые в котором мы тоже должны быть на него похожим один единый и поэтому тару мы стараемся изучать так чтобы все части тары связывать воедино иначе когда мы тару видим как бы разрозненно разорвано тут у нас одно понимание тут другое понимание и они не связаны не контактируют друг с другом если так это создает у человека в душе такую разорванность у него создаются разные желания одно тянет в одну сторону другое тянет другую сторону ну и как мы знаем в известной басне крылова про лебедь рак и щука да нету нету согласия и воз никуда не двигается так у человека это нередко бывает такое состояние что его просто разрывает в разные стороны и ему кажется что тут надо вот делать очень много и прямо горы свернуть и тут надо горы свернуть а на практике он не делает ничего потому что он стоит как этот воз в басне и его только тянет в разные стороны ну как мы знаем сюда сила тянет сюда сила суммарно получается 0 вот так вот чтобы такой ситуации не было это внутренняя работа выработать одно желание да у нас желание очень много и понятно что это не будет постоянно на все равно есть какие-то изменения есть по его открытия новых килим новых желаний но в этом есть тоже важная работа и есть какие-то удачи то есть есть какие-то постижения человека приходят к тому что 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 у него вот на данный момент времени раскрывается скажем только одно желание и это одно желание им управляет мы стремимся и стараемся чтобы это было духовное желание с материальными желаниями нам очень просто да человек может погрузиться в не знаю там в еду или в погоду в погоню за за деньгами за затем за другим и все остальное его уже не не интересует с этим нам очень просто а вот чтобы духовное желание было одно и она нас не разрывала вот над этим надо работать и и с этим с этим нам непросто вот но к этому к этому надо стремиться к этому мы стремимся к этому нас ведет тора и ведет заповеди и значит это по сути является сравнение по форме то есть подобие всевышнему в качестве и ход качестве единицы поэтому мы стараемся и тору и мы видим что учителя внутренней торы так делали и в книге зор и в книгах ари и в книгах бала сулама есть вещи из открытой торы которые объясняются через внутреннюю тору из мишны и из талмуда и законы то есть аллаха митраж все все части открытой торы учителя так или иначе вкрапляют свои учения и показывают как это все интегрируется вместе с внутренней торой и тогда перед нами тора раскрывается в другом свете оказывается мы видим что все духовные ступени они связаны между собой и конечно они должны быть связаны потому что все всевышний все творец и все эти ступени тоже устроил всевышний и по сути духовные ступени это различные формы раскрытия творца и соответственно различные формы его ощущения и контакта с ним значит естественно что она все бы все сидит на одной оси бы на одном фундаменте это самое всевышний поэтому мы стараемся в торе все объединить вместе и невозможно чтобы что-то было без другого на есть внутренняя часть торы это правая линия есть внешняя часть торы это левая линия правая не может быть без левой левая не может без правой и вот на этом строится средняя линия как раскрытие творца поэтому и в понимании торы мы тоже стремимся все объединить вместе и она также и как мы уже говорили и в нашей жизни также на ситуации которые происходят во внешнем мире мы их перекладываем на внутреннее понимание и так мы начинаем видеть лучше видеть больше видите корни процессов а не только вот поверхностно и тогда мы как немножко вслепую ходим по жизни мы сегодня тоже коснемся этой темы как в общем перекладывать с чего начинать переводить любую ситуацию на на духовное понимание вот теперь мы перейдем к самой мишне значит у нас сегодня трактат тру мод трума это приношение или от слова ли арим подъем значит в 8 возносить что-то и по сути эта тема очень общая она проходит через всю тору потому что человек создан с природой получения он хочет получать он хочет быть эгоистом это наша природа каждый человек с этим рождается каждая душа таким образом приходит в мир а если не так то человеку тут по сути нечего делать ну что мир это мир исправления если исправление значит надо что-то исправлять значит должно быть что-то чтобы это исправить это что-то это желание его желание получать соответственно противоположно этому называется аж по а желание отдавать или скажем желание не получать и и вот на этом вся стоит вся тора и все заповеди поэтому мы можем тему этого трактата расширить бы невероятно вот но все таки мы пойдем по вещам которые нам здесь учителя говорят и сначала давайте я скажу что такое вообще тру мод здесь вот в понимании это в этом контексте мы находимся в разделе мишны который называется зраим семена все что касается ну я сейчас говорю на уровне пшат на уровне внешнего мира внешнего понимания зраим семена все что касается сельскохозяйственных работ человек работает над своим урожаем и потом тора его обязывает определенные вещи сделать с этим урожаем целый порядок приношений целый порядок вещей которые человек отделяет от своего урожая даже еще до стадии урожая то есть мы видели трактат па что надо оставить кромку поля потом оставить снопы в поле или колоски оставить и нельзя их поднимать как там во время жатвы то есть целый целый процесс и вот на каждом этапе то есть как только человек что-то получил в свои руки даже еще до урожая у него еще нет самой пшеницы в руках он только видит что уже уже она поспевает уже то есть уже можно ее собрать но он ее еще не собрал уже даже на этом этапе нужно от себя что-то отдать и потом каждый этап вплоть до вплоть до выпечки самого хлеба и мы увидим дальше это в мишне что вплоть до выпечки хлеба и там тоже есть приношение там тоже есть вещь которая отделяется то есть каждый этап всевышний говорит я тебе что-то дал вот то что я тебе дал ты должен с этим работать чтобы прийти к исправлением они то что ты получил это спасибо и и все на этом дело закончилось вот я тебе это дал как фундамент для работы над исправлениями и поэтому везде есть работа чтобы свое эго перевести в а шпа перевести на ну а шпа не надо переводить уже в общем то вы уже все знаете это это слово уже выучили поэтому я не буду переводить теперь что такое true mode собрал урожай уже он у тебя в кармане как говорится теперь тора говорит оказывается ты не можешь от него есть не можем пользоваться а зачем я его собрал не можешь пользоваться пока ты не отделил что-то для коэна для священнослужителей и устная тора говорит а можно отделить одну шестидесятую это плохо но можно можно отделить одну сороковую это самая лучшая и мы берем среднюю ситуацию одна пятидесятая из мы увидим значит два из ста два процента от своего урожая отделил отдал священнослужителю коэну и теперь после этого ты можешь пользоваться урожаем что такое пользоваться теоретически можно от него уже есть это очень не хорошо но уже можно но там как мы уже разбирали включаются еще надо отделить десятину для левита надо отделить вторую десятину вот этого мы все все всего еще коснемся но без первого этого приношения которое ты даешь коэну нельзя вообще вообще нельзя есть после этого уже как-то так с горем пополам даже не отделяя десяти но еще как-то можно а тут тора дает смертную смертную казнь то есть смертный приговор человеку который ест урожай не отделив коэну из и еще интересная вещь что оказывается все что мы сказали одна шестидесятая одна пятидесятая это устная тора вводят письменная тора не дает вообще никакого размера учителя просто должны были установить размер чтобы человек к чему-то привязался а иначе письменная тора не дает размера что такое нет размера теоретически ты можешь хоть 90 процентов отдать или ты можешь даже одно зернышко да так учителя и говорят ты можешь взять одно зернышко пшеницы отнести коэну и на этом ты выполнил свою заповедь почему учителя вводят какие-то размеры ну иначе человек действительно возьмет одно зернышко отмахнется и скажет вот все и и по сути по сути оставить себе все сто процентов значит почему почему такое такое страшное наказание вот прямо уже поел и и смертная казнь ну во первых надо знать что когда тора говорит смерть это не означает что человека действительно убьют реально в в материальном мире материальном мире он останется жить скорее всего да все будет нормально а что это смерть духовная это называется на языке учителей мета бей дыша май смерть которая не человеке должен реализовать то есть если его отведут в суд ему ничего не не присудят бей дыша май им это значит что на небе решают приговорить его к смертной казни и это означает смерть духовная не обязательно что она будет реализована в в материальном мире это смерть духовная это значит человека как бы отбрасывают от всевышнего не дают ему продвигаться по духовной лестнице и он вот так вот и и сидит на одной и той же ступени на одном и том же уровне погруженный в материальные заботы в материальную жизнь или другими словами погруженный свой рацион ликобель свой свое желание получать свое эго и а так в материальной жизни мы на него посмотрим ничего нормально человек живет работает здоровье есть семья есть но внутри в душе он полностью как бы находится под властью своего эго и ему не дают возможность оттуда выбраться что на самом деле только всевышний может дать такую возможность человек сам не в состоянии человек сам может только прикладывать усилия а в конце концов всевышний вот тут может вывести из из этой тюрьмы из египта то что мы в торе читаем про египет это вот общий египет общее понятие и называется это вот под властью своего эго и только всевышний может вывести из этого это называется на на языке внутренней торы есть массах цим цумбет экран второго сжатия что под этим экраном находится как как бы это как перегородка которая отсекает и вот под этой перегородкой находятся все возможности человека получать или получить для себя чтобы получить или получить или или что-то сделать но с намерением получить то есть так или иначе человек крутится вокруг понятия получения выше этой перегородки там уже начинается качество hpa и вот переход как бы переход через эту перегородку он невероятно сложный он сопряжен как бы мы сказали сегодня с большими перегрузками очень и очень большие тряски души происходят потому что эту перегородку ее может отменить только очень высокий свет называется абсаг деак свет из состояния адам кадмон из состояния как бы такого первичного состояния которое мы не не постигаем осознанно и не просто оттуда а еще из бы из верхней части этого состояния то есть уже очень очень близко к каким-то совершенно первозданным корням вот оттуда должен выйти свет и он отменяет эту перегородку и тогда человек проходит в качество hpa но этот свет он колоссальной мощности он так он осознанно человек его не выдерживает поэтому очень большие как бы трансформации очень большие изменения души происходят когда человек переходит даже даже временно даже как бы в чем-то он перешел эту перегородку это уже невероятно тяжело невероятно то есть душа проходят целую мясорубку если так выразиться чтобы чтобы туда пройти но там тогда открывается совершенно другая картина и и и и ощущение творца совершенно иные вот и там и и видение тора другое и вот об этом об этом тора и говорит как бы о том чтобы перейти в качество hpa вернемся к тру мод значит есть урожай на человек взял отделил отделил для коина давайте сразу скажем что это означает в духовном любая любой урожай по сути любая ситуация которую которую человек проходит любая ситуация которая создается в мире это значит пришел какой-то свет и этот свет начинает работать то есть грубо говоря человек где-то в чем-то получил урожай чего урожай урожай предыдущих его усилий его предыдущих состояний я сейчас не вдаюсь в детали в подробности там спуски подъема и сейчас пока не имеет значения значит на основании всего того что было раньше человек получил какой-то урожай урожай это значит новая ситуация которая возникла что такое ситуация непонятно на давайте не не давать какого-то определения это одна секунда это целый жизненный процесс целый жизненный этап цель что это один день один час неважно возьмем в общем понятие сложилась какая-то ситуация эта ситуация по сути является урожаем его предыдущих усилий его предыдущих состояний теперь с этого урожая первое надо отделить трума к дула это называется вот то что мы обсуждаем называется трума к дула не просто приношение а большое приношение почему большое оно создает базу создает почву чтобы человек вышел на понятие гадлут то есть постиг более на той ступени на которой он находится постиг качество ашпа а это называется гадлут что такое вот это вот трума вот пришел свет вот он что-то проработал что-то сделал что такое трума значит как мишна говорит которая говорит надо отдать коэну коэн это правая линия работы линия эмуна вера и коэн священнослужитель он а соотносится с качеством хэсет и так как мы работаем в семи нижних сферот из них хэсет она первая я уже может меньше буду объяснять что такое сфера это вы уже знаете эти понятия хэсет это первое почему 7 до тоже уже слышали много раз из них хэсет это первое качество и поэтому в рамках как бы в системе этих семи так как это первое то это то же самое как и в общем первое качество которое называется кетер а в общем это первое это всегда инсов всегда всевышний всегда как бы сам творец это образно говоря он его первое проявление на любой духовной ступени называется кетер от слова котерет что он все все объем лет как бы все полностью создает вот эту духовную ступень это кетер поэтому в рамках семи нижних качеств качество хэсета является кетер является как бы энсов как бы но образно говоря да мы в кавычках говорим представителем или моделью всевышнего и тогда получается что вот эти вот два процента человек отделяет кому всевышнему в рамках правой линии работы в рамках ему на вера и это означает что любая жизненная ситуация любая вообще все что угодно начинается с того значит первое понимание это это от всевышнего это от творца это всевышний так создал всевышний дал этот цвет и этот цвет создал определенную ситуацию да вот стоит стакан там или вот лежит книга значит это всевышний создал такую ситуацию чтобы здесь лежала книга и так далее любая любой жизненный момент первое это тру мак доля понимание того что это от творца и так как это называется ему на вера и это противоречит природе человека потому что по природе человек хочет все понимать он хочет быть хозяином ситуации а тут получается первое с чего мы должны начать сказать всевышний хозяин ситуации всевышний создал эту ситуацию и он ее хозяин это есть вот это вот тру мак доля первое отчисление первое приношение от любого света от любого урожая и без этого нельзя есть без этого урожай называется тевель от слова бельбуль путаница каша потому что без этого человек не понимает что происходит то есть он понимает как бы человеческим разумом но это все уже в отрыве от всевышнего это все уже все уже пойдет немножко не туда и не так даже если где даже если он где-то поймет правильно где-то что-то уловил неважно но так как он не создал эту базу что все от всевышнего то там уже закралось понятие тевель а тевель как мы сказали без этого приношения нельзя кушать урожай что такое здесь смертный приговор на как мы сказали что это не совершенно не обязательно то есть не то что не обязательно она не переходит не перейдет ну мы в общем берем да как общая такая модель для каждой ситуации она не перейдет на на материальный мир это даже не значит что если где-то человек вот не понял не подумал что это от всевышнего так падает замертво нет же но в духовном это значит что что он себе отрезает возможность подъема трума от слова ля рим поднять духовный подъем значит он перекрывает себе возможность духовного подъема благодаря этой ситуации вот всевышний сделал вот этот жизненный момент для того чтобы ты поднялся для того чтобы ты здесь в этом моменте проявил в себе качество ашпа и раскрыл в себе качество и свойства ашпа они есть в каждой душе на любая еврейская душа она несет в себе всю тору ну а если как мы сказали тора вся пронизана понятием ашпа значит везде есть это да каждая каждая душа несет на себе качество ашпа только они не раскрыты потому что нам удобнее намного жить в в эго удобнее привычнее нам жить в эго чем жить в ашпа вот они не раскрыты поэтому всевышний тебе дал вот эту ситуацию в которой ты сейчас находишься для того чтобы в этой ситуации ты раскрыл в себе качество ашпа нет тру мак дула нет этого приношения этого отчисления коэну нет значит ты не сможешь подняться в этой ситуации потому что свет который ты будешь кушать то есть урожай он будет статусе твель то есть статусе бильбуль как мы скале твель от него нельзя есть бильбуль каша путаница сочет путаница может быть ты очень умный гениальный человек и ты все разложишь по полочкам вполне возможно но тогда человек пропускает самое главное что это от всевышнего то есть он все равно остается под этой перегородкой а там он все будет делать очень четко и очень правильно очень хорошо но под перегородкой а перегородку он не сможет пройти потому что не сможет вызвать вот этот вот но образно говоря первозданный свет под действием которого отменяется массах экран второго сжатия значит не сможешь выйти на качество ашпа а вот вот это вот в общем тру мак доля мы видим с этого все начинается давайте скажем еще почему в продолжение того что мы говорили почему два из сотни то есть учителя одна пятидесятая сейчас не не вдаюсь в подробности одна сороковая одна шестидесятая сказали вот надо самое лучшее не самое лучшее вот как бы так люди живут то есть так это назвали айн бейн унит да это средняя как бы линия поведения это одна пятидесятая одна пятидесятая два из ста два процента почему что мы привязываемся к этим двум процентам слова трума учителя говорят это очень созвучно со словами трей мимиа трей на арамейском языке это два мая сто значит два из ста там все можно объяснить да почему одна сороковая шестидесятая пятидесятая но нам сейчас понадобится именно здесь учителя говорят два из ста трей мимиа меа 100 это бина бина это такое свойство такое качество такой принципиальный момент в в духовном мире как бы в любой духовной ступени на у человека в душе там где происходит вот этот вот переворот из получения в ашпа а вот внутри бины проходит экран второго сжатия массах де цим цумбет там он проходит он как бы рассекает бину на две части на верхнюю части на нижнюю верхняя остается с качествами ашпа а нижняя уже принимает уже уже хочет что-то получать и тогда этот экран он как бы это перегородка на рассекает и качество бина это в цифрах если мы переводим на цифровую систему то это сотни молхут единицы зиран пин десятки я пока не объясняю эти понятия но во первых вы все эти понятия уже знаете вот поэтому сейчас не останавливаюсь на на них тому же это сейчас не наша тема и бина это сотни а потом идет хохма тысячи и кетер десятки тысяч значит поэтому мы видим что здесь речь идет о качестве бина что такое 2 есть два это начать единицы это малхут малхут это желание почему их две есть понятие что малхут поднимается к бине это означает что малхут и бина они сливаются вместе сливаются воедино и каждый питается как бы друг от друга что это означает в духовном малхут это желание человека изначально это только желание получать бина изначально желание отдавать желание ашпаа эти два желания они как бы живут в человеке но одно из них проявлено поэтому называется малхут от слова мэлех царь потому что она управляет и правит человеком бина не правит хотя она более высокая намного более высокая но она не управляет и она называется бина от слова литбонэн литбонэн это вдумчиво посмотреть так очень пристально очень вдумчиво на чем-то сконцентрироваться посмотреть проанализировать это называется литбонэн то есть только после того как человек начинает действовать осознанно начинает вдумываться анализировать и и работать тогда он может прийти к бина а если нет то он находится только под властью малхут только под властью своих эго желаний и не может выбраться вот но всевышний делает хэсет всевышний делает милосердие с человеком и это уже заложено изначально в духовных мирах что малхут и бина они на ком-то этапе они соединяются сливаются это называется малхут поднимается к бине и принимаем каждый принимает друг от друга какие-то свойства что малхут принимает получает возможность тоже hpa тоже отдать от себя не только тянуть в себя она от бины получает свойства hpa это означает на практике что человек становится уже нет только не стопроцентным эгоистом он уже может и что-то отдавать там правда после этого начинается долгий путь а шпа а альманат ликабель то есть человек делает действия как бы hpa то есть работает как будто в отдает от себя как будто hpa как будто он что-то делает для всевышнего или для других но на самом деле с целью получить для себя вот но потом он может выйти на уровень чистой hpa но для этого он должен получить этот потенциал так вот этот потенциал он получается при сливе слияние малхут и и бина бина тоже получает некий потенциал не от от малхут но сейчас опять же не хочу уходить сторону не на пока что это не наша тема значит теперь малхут в духовном ничего никуда не исчезает любое изменение статуса любое изменение формы это всегда только добавление то что было не исчезло оно осталось оно может быть ушло на задний план то есть мы скажем нам кажется что этого уже нет это было когда-то 10 лет назад или тысячу лет назад или секунду назад ну этого уже нет неправда это это все есть только что сознание человека на этом не сконцентрировано и поэтому то что находится на стоит настоящая это свет который я сейчас получаю я его реально ощущаю это настоящая тот свет который был и он бы отдалился от меня и осталось остался только рожьем осталось только небольшая и ара небольшой отблеск от этого света но я его не ощущаю сейчас явно это это означает прошлое и поэтому человеку кажется что это было когда-то он помнит что-то очень слабо очень какие-то какие-то моменты слабо то есть намного слабее чем это вот сейчас у меня перед глазами это свет отошел осталось осталось остался небольшой отблеск и ара на иврите вот значит сначала изначально малхуд она была статусе тотального эгоиста только хочу только мне только подавай и все для меня и и все вокруг все люди вокруг должны жить только для меня ну и разумеется всевышний должен мне прислуживать мне чего-то захотелось значит он мне должен это дать вот это малхуд в первом состоянии когда только хочу потом когда она пропиталась качествами бины значит она получает качество hpa и и это ее другое состояние уже на в первом состоянии там она вышла из такого плохого положения тем что всевышний дал возможность сделать цинцум сжать себя то есть отодвинуть как бы отбросить себя весь свет ничего не брать потом массах потом экран который получает может немного получать и что-то получать может что-то не получать потом начинается получение такое постепенное и поэтапно через одну линию это называется через кав то есть по чуть-чуть вот но опять же не хочу сейчас отходить в сторону вот есть малхуд когда она только кричит хочу хочу себе это ее первое состояние и второе состояние когда у нее уже появляется потенциал hpa то есть она уже не сто процентов кричит хочу она уже понимает тут я могу взять а тут не могу взять и вот эти два состояния они оба важны оба принципиальные если бы не было первого состояния не было бы и второго но если останется только первое как говорится ой-ва-вой куда мы придем тогда на только к трагедиями катастрофам и бедам значит нужны два эти состояния и вот эти два состояния это есть вот эти два процента которые нужно отдать значит их отдать это же как бы сам человек само его естество по сути да по сути это она и есть когда человек работает в hpa он как бы отменяет сам себя в каком-то смысле он отменяет сам себя поэтому это очень тяжело но и не хочу никого пугать это все вот немножко как бы прыжки вот да туда сюда туда сюда потом на них выстраивается средняя линия где человек учатся правильно и получать и правильно ли hpa то есть не получать или отдавать то есть человек сначала он перегибает немножко палку допустим больше hpa потом возвращается назад а то есть это это все процесс но вот этот вот момент hpa он тяжелый человек как бы отменяет сам себя то есть вот эти два процента неважно тебе хотелось что-то хорошо потом ты решил что что-то можно брать что-то нельзя брать тоже хорошо и несмотря на это ты как бы должен вообще всем поступиться и сказать все равно вся ситуация от всевышнего все равно какое бы ни было мое состояние до слияния с биной после этого все равно вся ситуация только от творца и все только от него и вот это вот есть это тру мак доля вот это переношение для коэна без которого урожай нельзя кушать нельзя потому что это приведет к смерти духовной и мэ а мы сказали это 100 это бина значит два из ста до два состояния оба которых они связаны с с биной первое состояние связано тем что бина как бы полностью отстраняется ну опять же не хочу входить в детали вот и второе это слияние спиной значит вот эти вот два из ста эти два процента они отдаются и все переводится в чистое стопроцентная аж по а когда человек говорит все только творец все только всевышний из этого начинается осознание правильное духовное осознание любой жизненной ситуации любого урожая любого света любого всего как мы сказали все начинается вот с этой тру мак доля с этого приношения давайте посмотрим текст текст самой мишны еще есть я читаю первая мишна хамиша лой трому пятеро которые не могут приносить это приношение в им тарму энтру матан трума а если принесли то их приношение даже не защитывается хереш глухонемой шоте сумасшедший катан маленький я сейчас все все объясню да не еврей который принес приношение от еврея то есть у еврея появился урожай не еврей взял от этого урожая отделил эти два процента отнес куэну даже если еврей ему разрешил это сделать ничего не засчитывается энтру матто трума значит ничего не сделано теперь основываясь на том что мы сказали мы понимаем что о чем здесь идет речь почему эти пять категорий не могут не могут принести хереш глухонемой слух это качество которое связывается с понятием бина значит если нет вообще понятий о том что такое бина то есть человека нет вообще понятий что такое аж по он вообще не хочет даже смотреть в эту сторону не хочет вообще говорится иметь дело с качествами аж по так а каких приношениях идет речь нет никаких приношений тогда то есть нет никакой трумы кому-то что будешь отдавать что-то как ты скажешь как ты можешь сказать что ситуация от творца если на самом деле это будет только самообман ты же не хочешь но на самом деле передавать как бы творцу бразды правления ты хочешь сам оставаться хозяином ситуации ну для галочки да ты можешь сказать что как люди говорят все от всевышнего а кольбе и дэй шамаем все в руках небес и так далее а на практике потом получается что это для галочки все равно человек хочет самостоятельно быть хозяином значит если нет таких понятий то как говорит мишна вы им торму а даже если сделали это приношение это все равно ничего это все равно ноль ничего не засчитывается ва шоты что такое шоты в простом переводе это психически ненормальный слово шоты происходит от слова лишь от это когда человек скажем бестолку ходит там слоняется по улицам туда-сюда не знает зачем не знает почему просто вот такое вот броуновское движение это называется наиврите ли шотет значит отсюда слово шоты почему учителя говорят что он не может приносить броуновское движение значит что человек не направлен в сторону ашпа то есть ему на самом деле этого не хочется но у него в душе вот такое вот как как мы вначале сказали разные желания это его тянет туда то его потянуло сюда у него нет вообще никакого четкого направления как захочется сегодня также захотелось он пошел туда сегодня туда захотелось пошел туда и так далее это называется мы шутит нет четкого направления а вот такое вот броуновское движение такое вот хаотичное то же самое то же самое что ты скажешь что все от всевышнего так ты через секунду поменяешь свое мнение тебя же такое вот брожение в душе через секунду ты поменяешь свое мнение то что ты сказал это для тебя не будет иметь никакого веса никакого значения значит энтруматан трума не засчитывается такое приношение ва катан ну во внешнем мире то есть в аллахе это означает катан то есть мальчик до 13 лет или девочка до 12 лет маленький но здесь это означает что это означает кли желание которое еще маленькая маленькая то то есть нет никакого никаких опять же нет стремлений к гадлут гадлут это величие как мы сказали гадлут означает ну можно сказать и стремление к а шпа стремление к качеству а шпа это уже называется гадлут даже еще человек этого не достиг но он уже туда стремится как сказал большим то там где мысли человека там он и находится то есть если человек еще этого не достиг но он уже мыслями он уже хочет это он уже он уже стремится, уже желает достичь этих качеств, значит, он уже как бы находится там. Но если он не хочет этого и не стремится, значит, он называется катан, маленький. И опять же, всё то же самое, как мы сказали в двух предыдущих случаях. Нет смысла ему что-то, да, приносить какое-то приношение, это всё равно будет ноль. Вааторэмэчэйношэло. И тот, кто приносит от чужого урожая. Что значит от чужого урожая? То есть у тебя в душе есть разные келим, разные желания. И одно желание, вот оно проходит своё исправление, а другое, допустим, ещё не начало исправление. Или что-то. То есть это какие-то перекрёстные вещи, что ты пользуешься, что ты запускаешь другое желание, которое не находится в стадии исправления. и ты говоришь, я там, вот в той ситуации, там мне легче, вот там я Всевышнему скажу, что да, всё от него, там я ему дам эти два процента, как мы объясняли. А вот в этой ситуации, где мне действительно надо работать, где мне действительно надо исправляться, тут нет, тут я буду вести так, как я хочу. А где я себя поведу правильно и хорошо, там, где мне легко, там ситуация, которую я уже 300 раз в жизни проходил, я уже там всё выучил, уже всё знаю, уже всё прошёл, там мне легко, там я это сделаю, а тут не сделаю. Так это не засчитывается. И не еврей, который принёс это приношение от урожая еврея. Израиль в Торе обозначает желание Ашпаа. Отдача. Нахри, не еврей, или дословно слово Нахри обозначает чужой, он чужой относительно Исраэль, то есть относительно качества Ашпаа, он чужой. Это означает качество Кабала, качество приёма, когда человеку хочется брать, хочется себе, эго. значит, если ты пользуешься этими качествами и что, но Ашпаа, то есть качество Ашпаа дали какой-то урожай, дали какие-то плоды, ты говоришь, о, хорошо, зачем мне тогда тут в этой ситуации стараться, зачем мне тут что-то делать, тут я должен исправлять своё желание получать, своё эго, я лучше возьму плоды от того, что у меня вот там вот у меня получилось Ашпаа, там у меня всё-таки что-то вышло, и я то желание, другое, другое своё кли, я исправил для Ашпаа, здесь не исправил, я возьму тот урожай. И говорит Мишна Афилю Берешут, даже если еврей разрешает не еврею это сделать, это всё равно не засчитывается, это всё равно ноль. Что значит разрешает? Это качество Ашпаа, на то оно и Ашпаа, что я хочу не для себя, я хочу для других, я вижу вот его, я вижу, что он неисправлен, я хочу ему помочь. Как я хочу ему помочь? А пусть, например, ну, да, образно говоря, я так такими образными словами говорю, а пусть он воспользуется какими-то моими качествами. Вот я уже себя исправил, у меня уже есть качество Ашпаа, а вот у него нету, я хочу ему помочь, пусть он воспользуется моими качествами на это не еврей который берет от урожая еврея и приносит это приношение говорит мишна энтрума тотрума что его приношение это вообще не приношение это вообще ничего почему потому что этот человек работал он старался он проходил и трудности в жизни ему было тяжело он на он он прошел духовный путь для того чтобы развить в себе качество аж по а тот человек не прошел этого пути так его душа осталась там осталось как бы на уровне эго на уровне получения а душа этого человека уже уже находятся на уровне аж по что значит просто так вот взять такого такого не бывает то есть свет от этой души нельзя просто так взять и передать в другую душу потому что здесь свет одних качеств одних свойств там других тут свет очень высокий как мы сказали он выше перегородки выше экрана второго сжатия а тут ниже значит если просто так он разобьет это свет слишком мощный он разобьет килим он раз он тому человеку который не работал и не прошел этот этот путь он не то что ему поможет он его еще еще дальше отбросит в болото потому что он его он слишком сильный он его он его еще разобьет вместо того чтобы помочь он его еще и разобьет а как можно до помочь на практике научить подсказать показать личным примером вот это самое пожалуй действенное это личный пример да не надо никому читать нравоучения не надо никому читать морали покажи личным примером покажи примером своей жизни примером своего поведения своего отношения ко всевышнему отношения к другим людям этим покажи вот это вот он посмотрит на тебя и скажет вот этому я хочу научиться будешь читать морали так можно и 20 лет читать и и никакого толку не будет вот это да этим тогда можешь ему помочь поэтому мы видели мы видим что все наши великие учителя это не были люди которые только вот написали книги и до свидания это люди которые по сути свою жизнь положили ради торы ради всевышнего ради еврейского народа и поэтому они стали такие большие и поэтому они могли написать книги чтобы оставить нам и показать нам как идти по этому пути они потому что они выдумали эти книги а сами при этом жили как хотели нет они все все что они написали они все это сами проходили на себе сами проходили в жизни поэтому мы от них учимся вот так вот это вот вот это вот есть правильная как бы учеба да вот это таким образом исраэль может повлиять на нохри а если так просто нохри то есть не еврей или если в одном человеке не еврейское качество берет качество исраэль израэль он может даже ему разрешить да он же уже пришел к качеству ашпа он же хочет ему помочь он ему даже разрешает ну и что это ему не поможет потому что кли как бы сосуд совершенно другой ему это не поможет это разрешение он может научиться но не просто вот взять и казать я отделил труму от своего должен отделять до каждый человек на своем уровне от своего как мы видим вот из предыдущего пункта от своего ты можешь отделять от чужого ты не можешь отделить вот это вот разобрали первую мишну увидим видите благодаря тому что мы разбирали наш муж и понимаем это намного лучше вот давайте тут пожалуй остановимся есть еще просто скажу два слова в общем что есть еще много видов приношений которые мы разбирали разбирали и будем еще продолжать разбирать так как мы не закончили этот раздел мишны значит еще будем разбирать до разные уровни килим разные уровни желаний разные приношения но вот здесь вот давайте эту тему мы 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 ее завершим и дальше я только скажу дальше нас как раз ожидает следующий трактат этот трактат и масс рот трактаты масс рот это десятины мы увидим есть две десятины тоже следующие виды отделения то есть видите нас и учителя как бы нам я смешно вот так вот ведет постепенно что мы можем все это собрать и применить к конкретной к любой жизненной ситуации вот сегодня мы разбирали как бы на уровне кетер то есть на уровне как бы начала начала подхода как подходить к ситуации на тру мак дула первое вот этот отчисление а дальше нас учителя как как папа берет сына за руку и ведет его вот так вот нас учителя берут за руку и ведут раскрывая на каждом этапе все больше и больше вот ну на этом я с вами попрощаюсь пожелаю как всегда моё пожелание чтобы мы все смогли это не просто осознать осознать это все хорошо и правильно но самое главное чтобы мы смогли это все применить в жизни и в служении творцу